В 2010 году президент США Обама заявил, что выводит войска из Афганистана и Ирака. Но Америке, чтобы удержать этот регион под контролем, необходимо было заполнить образовавшийся после вывода войск вакуум. Я уверен, то, что сегодня происходит в Сирии, это война, направленная против мусульман. Потому что от событий в этой стране страдают в первую очередь мусульмане. Всевдогосударственное образование, называемое ИГИЛ, не имеет ничего общего с исламом, кроме названия. Почему они назвали свою организацию «Исламское государство»? Чтобы люди, которые любят ислам, сочувствуют ему, примкнули к ним, решив, что воюют за «Исламское государство», за «Халифат». Однако главное не название, а то, что представляет собой эта организация. Они взяли себе это название, однако исходит от них одно зло. Они убивают в первую очередь известных во всем мире людей. Почему они их убивают? Главная их цель – посеять в сердцах людей ненависть к исламу. Чтобы враги ислама могли сказать, смотрите, какие безжалостные эти мусульмане, какие они жестокие, от них одно зло – это не религия. Вот их цель – провокация против нашей религии. Они совершают ужасные деяния, отрезают людям головы, сжигают их заживо, убивают и мусульман, и людей другой веры. Они ведут сегодня огромную работу, чтобы завладеть умами нашей молодежи. Мы все видели эти ролики. Посмотрите внимательно, как качественно они смонтированы. Далеко не каждый сможет так профессионально их приготовить. Человек, который позволил преступнику, живущему далеко, одурманить себя красивыми разговорами, который не способен оценить происходящее в мире, ситуацию в стране, республике, не способен в полной мере оценить свободу, при которой живет этот человек, должен глубоко задуматься, очнуться. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был добрым человеком, даже когда вел войну. Он говорил, когда войдете в город, не убивайте стариков, не убивайте женщин, не убивайте детей, не рубите фруктовые деревья, не убивайте пленника, не наносите ему раны и побоев, не держите его в голоде. Сегодня в России и Чечне созданы все условия, чтобы получить образование, и светское, и духовное. Поэтому молодой человек, кто бы ни попытался сбить его с правильного пути, должен уметь своим умом разобраться, где истина, где ложь. Вот мое мнение. Как нам сегодня уберечься от этого зла? Мы должны слушать наших и мировых богословов, наших ученых, читать их труды. Это, как мне кажется, помогло бы нам не свернуть с правильного пути. Глава нашей республики сам регулярно посещает мечеть и других к этому призывает. Он неустанно повторяет «Ходите в мечети, одевайтесь так, как этого требует религия, не употребляйте спиртного, наркотики, не делайте никому зла, будьте вежливыми по отношению друг к другу. Что еще нужно? Ведь именно этого и требует от нас ислам». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова